Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрас, и мы играем сегодня в MKXL за персонажа Кожаное Лицо. На самом деле, мне кажется, что этот персонаж посильнее даже, чем Джейсон Вурхес, потому что будет стиль убийцы, в котором будет столько берсеркера. У данного персонажа гораздо больше разнообразных ударов, которые могут бить и по ногам, и оверхедом, то есть, которые нельзя блокировать сидя. Есть и Unblockable, то есть, неблокируемые удары есть, отмена есть, удары с бронёй, длинные удары, ненаказуемые, то есть, сейфовые удары, разные есть удары. Давайте посмотрим против нас Кейна. Тихо, я пропустил немножечко. Удар с бронёй, оверхед с оверхедом, допустим, оверхед можно, оверхед и лоу удар. Можно... Тихо. Я, кстати, блок разучился ставить, потому что из-за тейкена. Я просто привык уже к тейкену, а в тейкен сейчас играют чаще. Лоу. Оп. Давайте сделаем... Захватом наказание, да, идёт у нас. И комбо. Сейфовое, кстати. И быстрый оверхед. Вот это сейчас оверхед был быстрый. Он никак не комбинируется, потому что он быстрый, иначе это было бы имба. Ага. Так. Пробуем. Комбо. Пошла. Так. Это стойка берсеркера. Усиливаем берсеркера. Искры. Потом раз, раз. Стоечка берсеркера. Потом в захват выходим. Лоу берсеркер. Нет. Лоу. Не блокируемый берсеркер. Оверхед. Не получилось. Наказание. Удар понизу. Экзовый. И ещё один, потому что... Так. Назад, вперёд, вниз один. А, нет. Не так оно делается. Ну, ладно. Не так фаталица делается немножко. Но зато мы увидели победную стойку кожаного лица. Да, это, конечно. Это очень жёсткий персонаж. Но это видно. Но, как я вам и говорил, кожа на лицо очень жёсткий персонаж. Ему разве что не хватает, наверное, телепорта. Но это была бы прям очень-очень имбовая, прям... Очень имбовый вариант. Следующий бой у нас будет против Скорпиона. Так, давайте-ка я выберу бухту. Скорпион. Скорпион у нас будет в стиле нинджитсу. С двумя мечами. Не, ну вы представьте. Кожа на лицо с телепортом. Это страшно. Это очень страшно. Итак. С чё мы начнём? Наверное, начнём с быстрого оверхеда, пожалуй. Очень быстрого, вот такого. Потом лоу, который заблочил. Как? Усиливаем. В смысле, как я не усилил? А, я нажал слишком рано. Вот сейчас надо нажимать. Ага. Пошли. Искры. Раз, раз, раз. И усиливаем, чтобы ещё больше урона было. 43% чтобы было. Оверхед. Лоу удар. С бронёй. Тихо. Наказываем захватом. Оверхед. Лоу удар. Оверхед. Запутал просто. Сейчас, скорее всего, икс-рей будет, я чувствую. Давай. Как же я угадал. Тихо. Не надо вот это делать. На, на, на. Этот удар хорош тем, что он оставляет на ногах. Это отличный удар. А это оверхед. На, на, на. И на захват. То есть просто отлично. Теперь давайте попробуем оверхед. Оверхед в берсеркера. Искры. На, на, на. Вот это комбо. Он уже мёртвый давно. Я уже, я всё комбо делаю. Давайте посмотрим. А, я понял. Вперёд, назад, вниз один. Ну, слушайте, фаталити у него очень жёсткие. Но это же кожа на лицо. Это очень жестокий персонаж. Конечно, у кожаного лица есть и другие стили. Например, в третьем стиле он кидается бензопилой. А в первом мясник вроде, да? А, первый это красотка, кидается бензопилой. А третий это мясник. А в стиле мясника он вроде как орудует молоточком. Но, эээ, этот стиль пока что непонятен. Эээ, как за него играть. Самый такой популярный стиль, это вот стиль убийцы со стойкой Берсеркера. Сейчас будем играть против Саб-Зиро. Вроде как, Криомансер. Просто если, в принципе, если это Грэндмастер, то можно пробивать всё равно статую. Пробуем. Ага, ага. Тихо. Пока непонятно, пока непонятно. Ну, давай, 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 давай. Что ты боишься? Боится просто. Ой-ой-ой, куда я побежал-то? Так, а вот это что-то меня уже начинает пугать. Что-то он меня пугает маленечко. Давай на захват. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Пониза ударить. А нет, он сейчас стиль этот. Ага. Так. Пошла комбан. Хм. Давай, давай. Давай, давай. Ну, я был близок, скажем так. То есть, я немножечко не угадал. Я думал, он сделает этот. Хорошо. Начнем так сразу. Опа. Здравствуй. Берсеркер пошел. Ну, все. НГП. Повторяем ту же самую тактику. Оверхед. Ой, здорово. А, все. Он уже понял как. Тихо. Перестаньте делать. О, вот этого сейчас мог бы еще больше наказать на самом деле. Так, сейчас будет. Нет, не будет. Не будет, нет. Ой, это же... Экзовый. Да что ты будешь делать? Не, не, не. Экзовый. Тихо. Вот сейчас опасно было. Вот сейчас что-то опасно вообще было. Давай. Ага. Что думал? Да что такое? А, оверхед. Понял. Ой, ну он так даже может? Да ладно, нифига себе. Ну иди-ка сюда. Рынь, рынь, рынь. Не, никаких оверхедов не надо. Я уже вижу просто их. Не надо никакого оверхедов, пожалуйста. Ага. И что? Экзовый? Это не экзовый был? Тихо. Давай-давай, ошибись. Ошибись. Все. Второе фаталити. А, Д, С, Д, П, Эдж, Ап. Уууу, это еще жестче. Вот это уже от мясника идет. Молоточек, крюк. Как у Пуджа. Ну и сейчас самое страшное. Не, Сабзир этот неплохой. Долго мы с ним сражались. Пришлось мне как-то поосторожнее. Он еще орет так. Ну, дикий, дикий персонаж. Сильный и легко играется. Ну, а в этой битве мы сразимся с Эроном Блэком в стиле стрелок. Итак, поехали. Оверхед. Комбо. Пошла комбо Берсеркер. Усиливаем. Искры. На, на, на. Нижний удар. Захват. Давай. Тихо, не надо. Я знал, что ты эту стойку сделаешь. Я ее прерываю. Сейчас будет подкат. На, на, на. И усиливаем, чтобы хватило урона. Отлично. Первый раунд за мной. Так, у него три третьих. Так. А, ух ты, неплохо. Я тут. Здорово. Зонить меня вздумал. Думаю, что это тебе поможет. Оверхед. Лоу удар. Комбо с оверхедом прерывается. Экзо подкатом. Тихо. Ой, вот это он прям на комбу налетел. Искры. Искры. Раз. В смысле, это не искры? Они не так делаются. Что за... Что за глюки? Я не понял. Экзоуэй. Еще один понизу. И один оверхед. Ну. Что ж, дорогие друзья. На этом, пожалуй, все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И, чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока. Пока.